Уже пытаемся начать как-то помогать вот нашей куколке Анне вместе с Владимиром Чекуновым. Это кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней, КРАСГМУ, врач-педиатр. Доброе утро. Доброе утро, да. Если малыш не заболел, ну там, бациллы, вирусы и прочее, то очень много напастей окружает в быту ребятишек. В частности, они любят все время что-нибудь пихать в рот. Да, к сожалению, это на самом деле бывают ситуации серьезные. Вот здесь у нас импровизированные такие инородные тела, которые очень часто дети пытаются засунуть не только в рот, но в нос и в уши. Это такой топ-10 хиппарат белочей. Ну, наверное, скажем так. Это попробуем показать. Да. То есть все инородные тела, их можно разделить, мы их в медицине делим на две группы. Это органические и неорганические. То есть органические – это все то, что он может съесть или то, чем он питается в настоящий момент. То есть это орехи, это семечки, это какие-то бобовые, это может быть горох и так далее. И неорганические, собственно, это монетки, это различные булавки. Скрепочки. Скрепочки. Крышка от флешки. Да, крышка от флешки. Да, да, да. То есть, собственно, маленький ребенок – это маленький пылесос. Поэтому, когда особенно он начинает ползать, то все, что лежит, он все пытается тянуть в рот, все попробовать на вкус. И поэтому в семье, конечно, должен быть очень высокий контроль за тем, с чем он играет. Но, к сожалению, бывает вот здесь неспроста вот такая обычная игрушка, которая, казалось бы, очень безобидной. Но у нее есть глаза, здесь может быть какая-то пуговица, и без присмотра ребенка и в коем случае оставлять нельзя. Потому что… Если прорезали зубки. Да. То есть он очень способен что-то откусить, буквально секунда, и он это пытается уже вдохнуть или проглотить. И, соответственно, если вы увидели, что какой-то детали не хватает, ну, соответственно… Вы знаете, где ее искать. Я можно поделюсь немножко личным жизненным опытом сейчас еще, наверное, фактор риска. Это новый пластилин, вот я не знаю, как он правильно называется, а пластилин такой имеет свойство засыхать. И от этого пластилина подстаются маленькие ошметочки, вот, ну, наверное, размером с орешек. И если он засох такой, тоже представляет опасность. У нас был случай, вот у нас дочь вдохнула его в нос, и мы справились. Вот, что нужно делать, если вдруг малыш подавился? На самом деле ситуации бывают не только у малышей, но и у людей постарше и повзрослее, потому что самые важные, наверное, ситуации – это во время смеха, во время плача. То есть когда ребенку что-то не дают, он начинает беспокоиться, он может вдохнуть. Но, кроме того, он может и проглотить, да, и, соответственно, та же самая монетка. Поэтому здесь очень внимательно надо смотреть за теми симптомами клиническими, что появилось у ребенка. То есть если вы не видели, были в какой-то другой комнате и увидели, что он начал кашлять, то, соответственно, вероятнее всего инородное тело могло попасть в дыхательные пути. И если мы говорим о маленьких детях, то вот такая замечательная у нас Анна есть, которой в данной ситуации не очень повезло. Что мы можем сделать? Первое, конечно, первое самое, что должны сделать родители – это вызвать скорую помощь. Нужно успокоиться и вызвать скорую помощь. Конечно, действия они должны оказывать сами очень быстро, но мы не знаем, к какому результату это все равно приведет. Поэтому скорая должна быть обязательно вызвана. То есть один вызывает, второй пока делает что-то с ребенком. То есть не нужно ее ждать, нужно вот для этого мы, собственно, и показываем, что нужно сделать. Но скорая должна быть уже оповещена. Первое, что мы делаем, это фиксируем голову. То есть вот буквально одним пальцем. То есть сейчас говорим о малышах, например, до года, да, в возрасте, пока еще головка не держится. Да, это мы ребенку несколько месяцев. То есть он уже может держать голову, но, собственно, возникает паника, поэтому ему нужно помогать. Ребенок находится на ладони, и мы фиксируем голову, позвоночный столб, собственно, чтобы здесь тоже была фиксация. И совершаем несколько движений. Движение между лопаток основанием ладони по направлению к голове. То есть приблизительно это выглядит вот таким образом. Именно между лопаток. Именно с таким усилием. Именно с усилием. Наша цель вызвать кашель, спровоцировать кашлевой рефлекс и, соответственно, поворачивая ребенка, периодически заглядывать. То есть что-то вышло оттуда или не вышло. Все время оно опять туда упадет. Нет, нет, ни в коем случае. Мы совершаем пять вот таких надавливаний. И далее, если у нас не получилось ничего эвакуировать, мы переворачиваем ребенка, его можно положить на колено, если мы можем сесть и, собственно, перевернуть его вниз головой. И чуть выше очевидного отростка, это где, собственно, заканчивается грудина, мы уже начинаем давить пальцами. Тоже совершаем пять таких надавливаний. Если это, опять же, не привело к успеху, мы поворачиваем и делаем все то же самое. То есть до того... Сильнее? Нет. Ну, естественно, мы боимся того, чтобы мы можем сломать чего-то, костную вот эту систему. Поэтому нужно быть, конечно, очень аккуратным. Но, опять же, вот такие движения или вот так смысла просто никакого не будет. Что бывает, к сожалению, очень аккуратно. Братишка, да. И кашли. То есть вот этого делать просто бессмысленно. Еще одна ошибка. Наверняка, может быть, кто-то делал так, а может быть, и не делал. Вот таким вот образом можно как-то справиться с проблемой. Давай! Вы знаете, такие действительно картинки в интернете встречаются. Ну, если вы видите инородное тело, может быть, в какой-то степени, наверное, да, но на самом деле по официальным медицинским рекомендациям таких действий делать не нужно. Вот. Но запрета тоже нет. Ну, наверное, в этой ситуации все варианты хороши. Все-таки нужно начинать делать с более правильных, а потом уже как-то лучше. Но так и полагаю, что все-таки для суставов вредно, да? Ножки неокрепны, и можно там выйти. Естественно, то есть вероятнее всего просто кашель такими усилиями вы не вызовете. А основная цель – это вызвать кашель. Не чтобы выпала монетка по действиям силы тяжести, а именно чтобы кашель. Естественно, да. Владимир, и последний вопрос у нас. Скажите, если ребенок постарше, какие-то другие методы есть? Три года. Если ребенок постарше, есть такое понятие, как определенный прием геймлиха. То есть это был такой доктор учествообразный, который придумал действия. Можно на ком-нибудь показать, например, на вас. То есть я подхожу сбоку, мы берем руку вот в виде кулака, под грудину, и второй рукой накрывая, пытаемся сделать вот такие вот действия. В кино, наверное, все это видели, когда кто-то, да? Да-да-да-да-да. То есть смысл в том, что, в принципе, действия, да, все верно, как вы делаете, но только на взрослом человеке. Кулак, вторая рука и действия под грудину те же самые. Владимир, спасибо большое, время наше вышло. Спасибо вам за полезные советы. Продолжаем нашу программу прямо сейчас.